Моя история из жизни началась с ссоры с женой. Она была совсем не первой, но грозит стать последней. Впрочем, расскажу все по порядку. Зовут меня Олег, мне совсем скоро исполнится 25 лет. Женат я уже два года. До этого мы встречались еще пару лет, так что успели немного привыкнуть друг к другу. Но оказалось, что знали мы недостаточно. Во всяком случае, ссоры у нас начались примерно через полгода после торжественной церемонии. Вике не нравилось, как я ем, сплю и играю в компьютере. Меня раздражали ее придирки, так что большую часть времени мы старались проводить раздельно. Может быть, надо было развестись, но проходить через тягом отную процедуру были лень. Тем более, что родители были уверены в наших неземных чувствах и активно намекали на появление будущих внуков. А я даже и не помню, когда последний раз мы занимались постельными упражнениями. В тот день мы с приятелями собрались у меня посмотреть футбол и попить пиво. Нормальное мужское времяпрепровождение. К слову сказать, что собирались мы таким составом не чаще раза в месяц, при этом перемещались по всем четырем квартирам по очереди, чтобы не сильно надоедать домочадцам. Но Вика в тот раз решила устроить истерику. Хорошо хоть, что к тому времени парни уже разошлись, так что собачились мы в гордом одиночестве. Не буду пересказывать все обвинения, но припомнили мы все обиды. Потом Вика собрала вещи и отправилась к маме. Пару дней я совершенно спокойно прожил в гордом одиночестве, а потом включилась тяжелая артиллерия в виде родителей. Первой позвонила мама, начав издалека и рассказав печальную историю о том, как они с отцом тоже ссорились, а потом у них появился я, и все наладилось. Я честно выслушал и даже сочувственно повздыхал. На следующий день позвонил отец и с ходу рубанул, что нам с Викой надо помириться. На этом воспитательная часть закончилась, и следующие полчаса мы трепались про машины и хоккей. Потом появилась теща. Она осторожно намекнула, что семья должна жить в одной квартире, и их дочь вполне готова простить меня. Так что мне надо просто прийти и попросить прощения. Честно говоря, за эти несколько дней мне так понравилось жить одному, что мириться я не хотел от слова «совсем». В мягких выражениях я постарался донести эту информацию до Оксаны Витальевны. И меня даже услышали, но не сильно поняли. Закончили разговор мы на позитивной ноте, договорившись о моем приходе к ним в субботу. Мне проще было согласиться, чем объяснять, почему я не хочу встречаться с Викой. В пятницу вечером я прикинулся совершенно больным, отзвонился тещи и сказал, что не приду. На следующий день в мою дверь позвонила тетка Вики. Дама она была довольно резкой, поэтому без церемоний отодвинула меня в сторону и прошла на кухню. «Значит, мириться ты не хочешь?» Тетя Марина поставила чайник, залезла в холодильник. «Честно говоря, я тебя понимаю и даже одобряю, у Вики характерный сахар. Я бы не пришла сюда, если бы не сестра». Оксанка очень переживает. Тетка добыла кусок сыра, налила себе кофе. «Да ты присаживайся», — женщина похлопала рукой по табуретке. Стоять было глупо. Тетя Марина ела с таким аппетитом, что мне тоже захотелось перекусить. Я потянулся за чашкой, футболка натянулась. Женщина с удовольствием осмотрела меня и даже дотронулась до руки. «Качаешься?» «Ну да, немного. Я в свое время лыжами занималась. До сих пор по выходным бегаю. Я посмотрел на фигуру женщины. Ни грамма жира, ухоженная кожа. Я повнимательнее взглянул на родственницу. Тетушка явно не жалела сил на борьбу с возрастом, на вид ей можно было дать не больше 35 лет. Женщина оценила мой взгляд, встала, прошлась по комнате. «Нравится». Она приподняла волосы, покрутилась вокруг своей оси, потом повела плечами. Я непроизвольно сглотнул слюну. Женщина подошла, взяла меня за руки, заставляя встать, притянула к себе. Меня обдало жаром и каким-то тягучим ароматом. Я потянулся губами к ее губам. Мир ощутимо качнулся, а потом сузился до размеров отдельно взятой кухни.